Из МГИМО не увольняли. Такое заявление сделал ректор вуза Анатолий Таркунов, который хранил молчание со вчерашнего дня. Сегодня в интервью Интерфакс он сказал, никаких уведомлений об увольнении администрация не направляла. 1 марта историк Андрей Зубов опубликовал статью в ведомостях, который сравнивал политику России в отношении Крыма с действиями руководства Германии 30-х годов. За Зубова уже вступили с коллеги, одни написали открытое письмо, другие предложили новую работу. О том, уволен ли Андрей Зубов из МГИМО и, может быть, какие у него дальнейшие планы, расскажет моя коллега Ульяна Малашенко. Спасибо, Павел. Об увольнении профессора МГИМО, автора пяти монографии и около 150 научных работ Андрея Зубова, накануне сообщила дочь ученого Ирина Бобринская. По ее словам, об увольнении ее отцу стало известно от заведующего кафедрой философии. Это случилось после того, как Андрей Зубов опубликовал в ведомостях статью о ситуации в Украине. Действия российского руководства историк сравнивал с присоединением Австрии к Третьему Рейху, как две капли воды похожи на аншлюз 38-го, писал Зубов в своей статье. В поддержку ученого его коллеги опубликовали открытое письмо. Более того, ему даже предложили новую работу в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. И вот теперь выясняется, что никто Зубова не увольнял. Повлияло ли на решение ВУЗа то обстоятельство, что ситуация вызвала такой резонанс, не уточняется. Но однако сегодня утром ректор МГИМО Анатолий Туркунов заявил, что никаких официальных бумаг, которые бы подтверждали увольнение его сотрудника, не существует. При этом он, правда, добавил, что ни он сам, ни руководство МГИМО взглядов Зубова не разделяет. Ну а Зубов на следующий день после публикации статьи не исключал, что это может грозить ему определенными санкциями. Вы не боитесь, что вот в такой наэлектролизованной обстановке, которая сейчас в Москве, это такое довольно смелое сравнение, за которое, ну там, не знаю, на вас могут какие-то обрушиться потоки абсолютно нечеловеческой грязи, порицания? Мен, я, понимаете ли, человек, проведший половину жизни еще в Советском Союзе, и я знаю, что за слово надо отвечать. И если, я прекрасно отдавал себе отчет, что не только потоки грязи, а вполне возможные некоторые административные прещения, я морально готов к этому. И, понимаете, я историк, и я знаю, что если бы в 1938 году в нацистской Германии раздались бы голоса о том, что то, что делает Гитлер в Австрии, то, что делает Гитлер в Судетах, это не благо для немецкого народа, а это преступление и международного права, и преступление в отношении самого немецкого народа, то эти люди были бы оправданием Германии на некотором нравственном Нюрненбергском процессе в 1945 году. Ну, пока сам Андрей Зубов не дает развертых комментариев относительно того, как изменилась ситуация, но, тем не менее, он сообщил Дождю, что сегодня читает лекции, лекции состоятся, и руководство ВУЗа показало ему некоторую официальную бумагу, в которой говорится, что профессор все-таки не уволен. Но мы надеемся, что в нашем эфире Андрей Зубов сам расскажет подробнее все обстоятельства случившегося. Да, спасибо, Ульяна Малашенко, о том, как Андрея Зубова, ну, по последней информации, чуть не уволили из ГИМО.